Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Во время обсуждения провала Степана Меншикова в первом туре конкурса «Свадьба на миллион» схлестнулись в словесной перепалке две женщины с разными взглядами на жизнь. Майер считает поведение беременной Ангелины Монах позором. Селена во время шоу «Бородина против Бузовой» осудила Гелю, которая выходит замуж по залету. Майер такой способ заполучить любимого мужчину кажется унизительным и глупым. Ангелина ничего плохого не видит в том, что она сначала забеременела от Меншикова, а потом получила предложение и скоро выйдет замуж. Монах думает, что Меншиков женился бы на ней в любом случае. А вот Селену Геля назвала неудачницей, потому что у Майер в 32 года нет семьи, мужчин и детей, да и не скоро все это появится, судя по поведению девушки на реалити-шоу. Как известно, Майер ни с кем на проекте не вступала в близкие отношения. Дальше поцелуя она не заходит и отталкивает парней. Правильно ли поступает Селена? Возможно, Ангелина права и нужно бороться за свое счастье, не думая о будущем. В конце концов, мужчины уходят, а дети остаются. А для Монах дети – это главное в ее жизни. Отъезд Татьяны Владимировны Григоревской во Владивосток совпал с приездом второй бабушки Богдана Савкина. На помощь Алене, а также чтобы поддержать сына в конкурсе «Свадьба на миллион», на проект прибыла Яббарова-старшая. И как уже стало известно, уезжать домой, по крайней мере в ближайшее будущее, женщина не намерена. Людмила Михайловна не против нянчить внука, да еще и зарабатывать на этом деньги. Мать Ильи Яббарова убеждена, Татьяне Владимировне пора дать передышку. Тем более, что теперь у Алены есть помощница в ее лице. Впрочем, сдавать свой боевой пост не намерена и Григоревская. Женщина уже решилась прервать свой отпуск в Владивостоке раньше времени, чтобы поскорее вернуться к дочери и сыну. Судя по всему, на проекте грядет война звездных бабушек за право считаться самой лучшей. Влад Кадони в последнее время стал чаще общаться со своими подписчиками и недавно, отвечая на вопросы, заявил, что его сердце не свободно. Он больше не одинок и счастлив в отношениях. Можно было бы порадоваться за ведущего, но зрители Дома 2 не верят, что у Кадони есть девушка и упорно строят самые различные версии. Почему Влад превратил свою личную жизнь в мрачную тайну. Кадони изо всех сил отпирается и не показывает избранницу. Он уверяет всех, что девушка не имеет никакого отношения к телепроекту. И уж тем более, это не Ольга Орлова, которую он считает своим лучшим другом. Влад уверен, что имеет право не афишировать свои отношения. К тому же, ему постоянно приписывают романы, как недавно с бывшей участницей Адель, поэтому ведущий не собирается рассказывать про свою возлюбленную поклонника. Как считаете, обманывает Кадони или заботится о безопасности своей подруги? Пишите комментарии. Алена Савкина не просто празднует свою маленькую победу, но и старается ее упрочнить. Ведь у молодой мамочки уже целый миллион подписчиков в инстаграме. Теперь уже вместе Рапунцель-младшая и Максим Колесников, отвечая на вопросы подписчиков, троллят фанатов своим уходом в стиле проекта Дом-2 и возможной беременностью Алены. Заодно младшая Рапунцель предлагает желающим отдать памперсы, которые у нее остались от Богдана. Видимо, срок рекламного контракта на них закончился. И в случае правдивости слухов о ее беременности всегда можно заключить потом новое рекламное соглашение со спонсорами. Ведь намерение родить еще одного ребенка на телестройке плохо согласуется с желанием пары Савкиной и Колесникова покинуть проект. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Рыдает Екатерина Богданова в эфирах шоу «Спаси свою любовь». И ведь не хочет идти в ЗАГС с ней Николай Должанский. Мало того, что жениться не собирается, так еще и не скрывает, что зарабатывает, продавая ей свои песни. Напрасно надеялась Катя, что с помощью Коляна покорит не только Дом-2, но и шоу-бизнес. Еще и в предыдущие свои приходы на телестройку не скрывал Должанский, что девушек, так же как Анну Белякову, соглашался привезти на проект, если они ему потом заплатят. Вот и с Екатериной Богдановой он что, даром должен на проекте работать? Тем более, что без его участия она напрасно пыталась пробиться в периметр несколько раз. Удивляется этому только Андрей Черкасов, считая, что отношения Коляны и Кати – это работа продюсера. Как будто сам не использовал участниц и не только для раскрутки на телеэкране, но и в других моментах, подыскивая им покровителей за периметром. Не выглядит ли более порядочной позиция Николая Должанского, который прямо заявляет, что у него с Богдановой взаимовыгодный союз, чем у фиктивных пар Дома-2, прикрывающихся словами о неземной любви? Он выглядит честнее, чем другие участники, которые раздражают друг друга или сожительствуют ради гонораров и комфорта. Пользователи социальных сетей не оставляют в покое Сашу Черно, убеждая девушку, что лишний вес еще выйдет ей боком. Так, к примеру, многие до последнего сомневались, что участница телестройки, чей вес давно перевалил за 100 кг, сможет забеременеть. И даже когда это все же произошло, Сашу продолжили запугивать. Теперь в сети говорят о том, что Пышка Дома-2 не сможет родить сама и ей обеспечено кесарево сечение. Кроме того, некоторые опасаются, что жировые отложения девушки и ее вес негативно скажутся и на ребенке. И, вероятно, те, кто это говорил, были не так уж и неправы. Несколько дней назад Черно озвучила вес будущего ребенка. По словам Сажи, сейчас малыш весит чуть больше двух килограмм. И эти откровения без пяти минут мамочки натолкнули подписчиков на негативные мысли. Последние убеждены, у малыша отклонение в развитии и виной тому сама Александра. А вот Иосиф Аганесян убежден, что повода для паники нет. В качестве доказательства молодой человек привел данные поисковой системы и подчеркнул, вес ребенка никак не зависит от веса матери. Степан Менщиков смеялся, балагурил, троллил всех подряд участников и добрался до своего соседа по шоу «Спаси свою любовь» Александра Задойнова. Степа на протяжении недели напоминал Саше, что тот не любит и не содержит своих дочерей. Дело закончилось громким скандалом во время шоу «Бородина против Бузовой». Задойнов обвинил Менщикова в смерти отца. Ситуация катастрофическая для Менщикова. Он стремительно теряет популярность среди хомяков. Многие участники проекта уважают его как артиста, но считают жестоким человеком. Задойнов подтвердил их опасения, что Степану не доверяют даже родственники. Задойнов вспомнил один из эфиров, в котором показывали, как мама Менщикова говорит его отцу, что Степан хочет сдать папу в дом престарелых. По словам Саши, отец Степана был болен и плакал от бессилия. Своим безразличием Менщиков поспособствовал тому, что пожилого человека не стало. Менщиков ответил Задойнову, что фактов у Александра нет, а по телевизору про шоумена могут показывать что угодно. Теперь на «Спаси свою любовь» между семьями Менщиковых и Задойновых натянуты отношения, и в ближайшее время может случиться потасовка, причем не по сценарию. Имеет ли право Задойнов поднимать такую тему в отместку Степану? Или Саша вовремя перевел стрелки со своей пары на других участников, потому что ему есть что скрывать? Пишите комментарии. Тата Абрамсон и Валерий Блюменкран с трудом наладили дружеское общение. Ни для кого не секрет, долгое время Валера не платил дочери алименты и даже не спешил видеться с наследницей, что крайне раздражало Тату. И после недавних откровений Анны Левченко нетрудно догадаться – Валеру ждет очередной разбор полетов от бывшей жены. Блюменкран с до сих пор не погасил долг по алиментам, однако потратил кругленькую сумму на Аню. Не так давно Левченко сменила авто, и якобы полмиллиона рублей на покупку выделил Валера. При этом автомобиль Аня записала на себя, лишив Блюменкранца возможности претендовать на него в будущем. К слову, сама Левченко дала понять, семейный бюджет находится полностью под ее контролем. А это значит, что именно Аня впредь будет решать, когда и какую сумму получит маленькая Бетти. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!